Вася, попробуйте то же самое спросить другими словами. Вы сейчас сказали бессмысленную правду. Когда ребенок рождается от брака родного брата, брата родной сестры, в этой личности. То есть, близко внутрисемейным скрещенам. Да, конечно. Почему собственный инцест, внутрисемейное браке, во всех вариантах человеческих культур, всегда был запрещен? Стоп. Дело в том, что культура фараона распространялась на весь народ или только на царскую динамику. А я говорю про культура царей богов. Как только появляется пульт царя бога, тут же возникает полная необходимость иметь детей либо от родной сестры, либо от родной матери, либо от родной дочери. Ничего другого царь бог себе позволить не может. Рождение ребенка только в круге семьи. Ну, поэтому, собственно, династии египетские. Смотрите, просто вас спрашиваю. Долго ли держались конкретные династии? Нет, короткие были. Три-четыре, это поколение от силы, а дальше смена династии. Почему? Ну, повесли на повески с гребенными. Скажи, пожалуйста, что тебе нужнее? Действовать, пить, дышать, ходить в сортепт или спать? Все надо пить. Нет, на самом деле, не так. Если я тебя зажму одновременно рот и нос, то буквально через 20-30 секунд, что для тебя станет важнее всего на свете. Дышать. Дышать. Хорошо, если я даю тебе дышать спокойно. Но дня на 2-3 кормлю оттуда. Спать тоже там можешь, да? Но воды не даю никак. За полча воды. А, да. У тебя принципиально важно, от чего ты в конечном итоге умрешь. От того, что тебя не дали спать, не дали пить, не дали ходить в сортир. Сортир, это значит, где в доме ей не можете. Вася, ты предлагаешь изгонять тараканов бездома простым методом? У тебя живет в дом, и теперь здесь нет тараканов. Внутри семейный брак между родными братьями и сестрами, да, он повысит возможность рождения дома-зюбок. Ну, то есть, проявление этого признака. Но скажите, кто при этом ходит со всеми остальными? Учет, что один признак генетический? 23 тысячи. Ага. Хорошо. Вы по одному признаку добились положительного результата, а по остальным 23 тысячи. Неизвестно. Понимаете, какая степень риска при внутрисемейном браке? Ведь если хотя бы по одному из генов, неважно по какому, комбинация левия окажется летальной, то есть смертельная, все, привет, даже дальше уже не важно, в каком состоянии все остальное оберегает. То есть, фактически, вот, у вас мутация, и все, есть хорошая мутация для того-то? Не так. Биология, функциональная генетика, называют положительную, отрицательную и нейтральную мутацию. Положительная, знаете, это вот так, отрицательная, вот так, нейтральная – это так. Попробуйте определение положительной и отрицательной мутации. Какие мутации будем называть положительные? Положительная, более устойчиво к изменениям в климате, к некоторым вирусам, Отрицательная коммунтация более устойчивая. В очередной раз призываю нормально говорить на нашем родном языке. Волон пока получилось, что положительная коммунтация более устойчивая к изменению климата. Ну то есть там кусок ДНК же с бетоном залили, и он стал такой устойчивый. Кто в мире противостоит? Кто кому противостоит? Учитесь выражать свои мысли словами. Вам только кажется, что вы помните. Пока вы не умеете нормально спросить, это и люди, а вы не помните. Увеличивают выживаемость? У кого? У особи, которые получаются. У особи носительных. Да. Так. И все так что. Приложное определение. Внимание, положительное. Назовем мутацию, увеличивающую желание носить при этом мутацию. В данном условии. В данном условии. Разыгрываем игру. Поехали. Первое поколение. Один раз, второе поколение. Вот это мы с вами. Вот это наши родители, вот это наше дело, вот это наше правило. И так, поколение прадеда. Организм. Поскольку эта моделька может себе позволить упрощение. Прадеда, такого не бывает. Генетически абсолютно одинаковое. И пока они жили у прадеда. Вот у этого произошла мутация типа А, а у этого произошла мутация. Носитель мутации А. У него возросла скорость реакции. У него возросла степень иммунной защищенности организма. У него хорошо сбалансировалась гормональная регуляция. То есть, носитель мутации группы А высокий, красивый, добрый, веселый, проживенный, сильный и так далее. Прожил вот даже больше, чем средний возраст, который может прожить представитель этой жизни. Вопрос. Мутация А положительная или нет? Положительная. Отлично. Мутация В. Носитель мутации В имеет не самый выгодный энергообмен на свете. Разголосы ручки энергообмена. Не очень высокая степень защищенности иммунной системы. Возможно, тяжелая проблема со здоровьем. Не очень высокая стабильность управления нервных процессов. То есть, время от времени впадает в горе, страдает комплексом неполноценности. Думает о судьбе российской интеллигенции и о прочем области. Вопрос. Какой комплекс последствия, амитация А или В, вы бы назвали положительным. А какой, мягко говоря, не очень положительный? А положительная, а В. Ага, отношу одну поправку. Эта мутация блокирует расположение, а эта мутация повышает удовлетворительство. В положительная, а отрицательная. То есть, вот этот друг болел, слава, прожил всего половину того срока, который можно прожить. Но размножился. Этот был веселый, толстый, сильный, добрый, умный и так далее. И не размножился. Вот, прости, сейчас мы вообще не жить. Мы-то с вами живем вот здесь. Мы с вами вот это, Калина. Мы всех потомки вот этих. Во всяком случае, те блюны, которые размножаются. Вы привыкли все на свете оценивать, исходя из позиций себя любименького. Если мне хорошо, то это хорошо. Мутация какая-то хорошая, которая делает мне комфортно. Как памперс примерно. Сухо и комфортно. Вот это хорошо. А то, что мне некомфортно, или не дай бог, не любименькому надо поработать, вот это ужасно. Это совершенно страшно. Так вот, ребят, жизнь строена ровно наоборот. Проигрывает тот, кто не размножился. То есть, все остальное неважно. Он мог не существовать. Его программа заплатирована. Она никогда больше за все время существования вселенной возникла. Шанс того, что она случайно опять возникнет, практически равен нужен. Несите, пожалуйста, корректировочку в определение положительной и отрицательной мутации. Какая мутация называется положительной? Положительная мутация, это мутация, которая не запрещает человеку, ну, после которой, которая мутированная, размножаться и предложить свое потомство. И при этом не увеличивая. Не очень хорошо. Не очень. Уже будет. Положительная мутация, это та мутация, которая увеличивает количество. Это называется увеличивает шансы на размножение и выживание. Слово шансы, слышали, когда я говорю? Увеличивает вероятность. Но всегда важно учитывать вот эту двойную вероятность. Не только разживание, но и размножение. Потому что, на самом деле, живут не для себя. Если ты живешь для себя, ты можешь вообще не жить. Потому что за тобой все кончат, все, дверь закрылась. Итак, положительная мутация, это те мутации, которые повышают у нас тихий шансов выживания и рождения потомства. Причем какого же потомства? Любого или плодовитого? Лодовитого. Лодовитого. Ура. Доброе.